Час Делягина. На радио Комсомольская правда. Конечно, надо бы обсудить его в первую очередь. Тем более, что она открывает перед нами довольно определенные, внятные, новые некоторые перспективы. И тем более, что после Крыма к президенту я отношусь с очень большим уважением. Разные у меня были в этом отношении периоды в жизни, но после Крыма никаких других чувств у меня нет. Но, к сожалению, как говорил когда-то американский министр обороны, американский госсекретарь, есть вещи поважнее мира, вот на сегодняшний день, надеюсь, что вы слушали это послание сами, всегда можно почитать, всегда можно послушать специалистов. Я хочу поговорить о вещи, которая, информация, которая носит уникальный характер, к сожалению, и которая носит довольно скверный характер и грозит нам всем очень сильно. Что за информация, Михаил? Значит, она связана с геополитикой. Из-за чего возник украинский кризис? Фундаментальная причина. Почему американцы влезли вот так сильно? Европейцы туда влезли из-за активов. Как немцы в 1941 году, забрать побольше земли, заводов, линий электропередач и так далее, прочих действующих бизнесов, портов, шахт. Американцы влезли потому, что в мире объективно есть три глобальных игрока. Это США, это Китай и третий – это Евросоюз. Но Евросоюз, он является самостоятельным и равнозначным Америке, Китаем и Ураком только в случае взаимодействия с Россией. Не интеграции, разумеется, но хотя бы тесного плотного взаимодействия. Разрушение сотрудничества Евросоюза с Россией ликвидирует его как самостоятельного участника мировой конкуренции, что мы сейчас, собственно говоря, и видим. Американцы сделали этот проект не для того, чтобы населить Россию. При всем моем, так сказать, патриотизме, 2,5% мирового ВВП в рыночных ценах, да, до трех. Почти 4 с лишним процента мирового ВВП в пределете покупательной способности. Знаете, это не то, что играет глобальную роль. Глобальную роль играет то, что вместо трех участников глобальной конкуренции, если разорвать Евросоюз и Россию, останется только два. Одного не будет, Евросоюза не будет. И вот это была стратегическая задача у американцев, которую, к сожалению, ни мы, ни европейцы вовремя не поняли. Мы, может быть, и поняли, но мы все решали локальную задачу, как бы нам обложить Януковича. Как бы нам объяснить ему, что лучше забирать деньги у нас, чем отдавать их европейцам. В результате этого американцы достигли выдающихся успехов. У нас идет реальная холодная война. На Украине идет горячая гражданская война. Разговоры про то, что там какое-то перемирие, ну, вы знаете, не будем говорить об ужасных подробностях, но там убивают людей каждый день и убивают мирных жителей каждый день. Но задача не решена. Потому что, несмотря на то, что Российская Федерация не ввела войска, не ввязалась в войну, несмотря на то, что мы превращаем себя в урну для плевков, и несмотря на всю агрессивность Евросоюза, в Евросоюзе очень сильны настроения в пользу того, что не нужно ссориться с русскими. Причем настроение такое. Русские могут быть правы или неправы, но они большие, нам с кем-то надо торговать. С ними торговать классно, но если они неправы, хорошо, мы верим нашему политическому начальству, давайте торговать с ними издалека. Зачем разрывать отношения точкам? А Европа же страдает от очень многих вещей, от нашей бедности она тоже страдает, потому что когда наши туристы уже сейчас на 40% меньше едет в Европу, чем год назад, то это очень чувствительный удар для очень многих туристических экономик Европы. И они думают, что это в результате их санкций, а не в результате нашей глупости, разумеется. И там очень сильны настроения к тому, чтобы восстановить отношения с Россией, неважно, право мы или неправо. То есть вот ситуация в Милане была совсем недавно. Наши делегации, бизнесмены в пиджачках, в костюмах, в галстучках, с тяжелых переговоров, не очень удачно, ищут ресторанчик для своих. Ну, итальянцы, и вот сами итальянцы едут, находят такой ресторанчик, заходят. Там, естественно, сразу минута молчания, потому что зашли какие-то люди в пиджаках. Кто такие? Это ресторан, в котором ест тамошний квартал, ну, два квартала, может быть. Наши решили расслабиться, спросили, нет ли русской случайно водки. Их спросили, а вы, наверное, русские? Ну, да, типа, мы русские. Все зашушукались, водку им налили даром, но фишка была не в этом, извините за шаргон. Когда прошло это легкое шушукание, минут через пять зал встал и зааплодировал. И вот скандирование «Путин – Россия», оно длилось там три или пять минут, оно длилось. Потом все занялись своими делами, чтобы людей не смущать, итальянцы. Но это невообразимо еще год назад, еще два года назад. Люди в Европе ощущают, что их правители продали их американцам, чего не было никогда раньше. Ну, почти никогда, 50-е годы, может быть, было. И поскольку демократия, пусть и извращенная, но сохраняется, это давление просачивается наверх. И задача американцев окончательно оторвать Россию от Европы не решена. Европа не хочет пересаживаться на американский сланцевый газ. Он дороже, и он неустойчив. Ей нравится российский трубопроводный газ. А Европа совершенно не хочет отказываться от России, как рынка продажи автомобилей и вина. Она не хочет уничтожать отношения. Была гениальная операция «Афер» с малайзийским «Боингом». Не получилось. Не вышло. Эксцесс-исполнитель. Сейчас нам могут через некоторое время англичане продемонстрировать подмененные обломки «Боинга», застрявшим в ними не просто осколками «Бука» с фабричным номером, но и со снегоуборочной машиной тоже с фабричным номером. Но этому уже толком никто не поверит. Потому что все запомнили, как прекратилась антироссийская истерика, когда российский генштаб начал задавать свой вопрос. Да просто прекратилось, как будто и обрезали. И это был ответ на то, кто сбил молодейский «Боинг» на самом деле. Может, даже на политическом уровне. Будет продолжение. Будет следующая провокация. И вот какой будет следующая провокация, пришла информация. Причем сначала информация пришла с бывшей Новороссии, с Харькова. И этой информации я не очень склонен доверять, скажу честно, потому что Украина объята массовым психозом, и чего там только нет. Но потом пришло косвенное подтверждение этой информации с Запада. И о ней мы поговорим после рекламы. Час Делягина. На радио «Комсомольская правда». Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения. Мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу, после шести вечера по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». Час Делягина. На радио «Комсомольская правда». Продолжаем разговор. Доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Итак. Информация следующая. Я очень надеюсь, что это фейк. Я очень надеюсь, что это враждебная пропаганда. Но, вы знаете, лучше перестраховаться, чем один раз свернуть себе шею. Смысл следующий. Украинская армия переходит в наступление. Да, у нее нет сил для наступления и уровень деморализации чудовищный. Значит, она изображает наступление. Доблестные воины хором подпрыгивают, осуществляют массированную артподготовку, и все западные средства массовой информации, не говоря уже об украинских, дружно кричат об освобождении еще 300 квадратных метров аэропорта, например, Донецкого. После чего в полосе наступления украинской армии взрывается тактический ядерный заряд. После чего все дружно орут, что эта проклятая Россия осуществила, значит, применение ядерного оружия. Благо разговоры о том, что надо бы изменить нашу военную доктрину, они ведутся в этом направлении. Благо, либеральная интеллигенция подняла уже сейчас дикий визг по этому поводу. Вот это то, от чего отмыться будет крайне сложно. То, на что наши военные не способны, в принципе, даже теоретически. И то, что, в общем, американцам вполне нормально, потому что они уже два раза, скажем так, оба раза применение ядерного оружия в истории человечества, это были они. Применить их третий раз не так уж и сложно. Более того, проходила информация, что в замечательном эстонский порт Палдиске, бывший балтийский, там сейчас большой склад со всей Эстонии, может быть, даже со всей Прибалтики, радиоактивного мусора, ну, отработавшие рентгеновские медицинские аппараты и так далее. И туда, значит, натовские военные, то есть американские военные, якобы доставили какой-то груз, который тоже излучает, но ни в коем случае мусором, подлежащим захоронению, не является. Просто помойка используется как... Склад радиоактивных материалов, отработанных, используется как маскировка для фона. Вот. Аналогично, вроде, есть еще несколько смутных, странных сюжетов. Скажем, были некоторые специалисты из частных военных компаний в начале конфликта, и Чех, даже известно его имя и фамилия, был помещен в глубочайший карантин в связи с лучевой болезнью, судя по всему, там и умер. Бывший отец химического оружия, это немножко другой сюжет, но при Саддаме Хусейне, который создал его химическое оружие, был на переговорах с представителем Евросоюза в центре Киева, и там же в центре Киева его урохнули. Ну, демократия, поэтому кто ж на это внимание не обращает, никто. В 1993 году у нас, я тоже помню, на метро университет люди с автоматами по улице Бенгаля. Вот. Не стреляли, правда, но с автоматом Бенгаля. Вот. Поэтому бывает демократия, одним словом, по американскому образцу. Но вот такие эпизоды были очень настораживающие. Сейчас вот схема такая. Не удалось никому объяснить, что малазийские сбойно сбили проклятые русские звери, проклятые русские варвары. Ну, значит, будем объяснять всем, что проклятые русские варвары применили ядерное оружие против беззащитной украинской армии. Если это возможно, есть информация о том, как этот заряд, назовём его так, будет доставляться в эту полосу наступления украинской армии? Нет. Я не компетентный орган. Я просто не знаю. Я думаю, что специалисты, в принципе, это может быть и крылатая ракета, которая прилетит откуда-нибудь издалека, издалёка, просто на низком полёте, ниже всех локаторов. Это может быть доставка стационарная на место. Хорошо. А известно ли дальнейшая реализация сценариев в случае... Дальнейшая реализация очень проста. Очень проста. Все дружно начинают орать, как мы это видели только что в истории с малазийским Боингом, что о всём виноват лично кровавый путь. Ну, на самом деле, никакой офицер в Российской Федерации, никакой генерал в Российской Федерации, никакой конченый отморозок в Российской Федерации, даже тактическое ядерное оружие без прямой санкции Верховного Главнокомандующего применить не может теоретически. После этого вся либеральная интеллигенция Российской Федерации в едином порыве начинает извиняться перед Западом за проклятый преступный режим. Это проходило только что в истории с малазийским Боингом, со всеми этими Макаревичами и прочими. А дальше разрываются... Режим объявляется преступным, и разрываются все отношения, включая банковские транзакции. Все. И вот здесь уже ни один европейский политик, он не сможет, по крайней мере, из Германии, из Франции и прочих, он не сможет сказать, нет, ребята, они, конечно, сделали что-то не очень хорошее, но давайте мы всё равно будем покупать у нас газ, потому что это выгодно. Потому что ему предъявят обожжённых лучевой болезнью украинских детей, и всё, что положено, подъявляясь в таких случаях. И это вам не Хиросима и Нагасаки, потому что тогда американцы были победителями. А сейчас побеждёнными будем мы. В этом разница. Глобальные СМИ жёстко контролируются американцами. Я думаю, что Russia Today будет просто запрещена во всех странах Запада и в Японии, и во всех странах, которые хотят торговать с Западом и с Японией, просто по требованию. Это вполне вариант, который кажется теоретически возможным. Учитывая беспредельный цинизм наших американских, как многие говорят, коллег, учитывая, что господин Обама сейчас, ну, если не хромой петух, то, в костяном случае, хромая утка в американской классификации, потому что он имеет враждебный парламент и Сенат, и Конгресс, нижнюю часть, и Палату представителей. И его власть очень сильно ограничена. И ему нужно что-то сделать, просто чтобы уцелеть, чтобы его не сожрали медленно и по кусочку. Он должен кардинально сломать ситуацию. Аналогичная ситуация была у Порошенко. Он попытался кардинально сломать ситуацию 1 ноября. Там чуть-чуть не началось фронтальное, широкомасштабное наступление. Ну, ополченцы про это, насколько я могу судить, знали заранее, поэтому прошла упреждающая артподготовка, и в ряде случаев наступать стало некому. Такая маленькая курская дуга случилась. О ней тоже мы... У нас это непопулярно об этом говорить, и на Западе об этом непопулярно говорить, и на Украине непопулярно. Везде по разным причинам. Это как куда делся грузинский спецназ во время войны 2008 года. Тоже. Никто не любит об этом вспоминать. Но эта провокация, она может иметь чудовищные последствия не просто для истории России, не просто для Европы, а для всего человечества в целом. Потому что я придумал фразу, я очень гордился, я повторял, что пытались разжечь Третью мировую на Украине, и не вышло, дрова вышли сырые. Очень на меня за это обижали все люди, которые там воюют и погибают, но с точки зрения Третьей мировой войны, это правда, дрова сырые. Не исламское государство. Но вдруг возникает перспектива, что ее все-таки удастся разжечь там. Потому что это абсолютное преступление, и доказательств не останется никаких. Это там не малайзийский бой, от которого три тонны грузов осталось. И все ходили, фотографировали. Там нечего будет фотографироваться. И доказывать, что это не мы, будет невозможно. Ведь, понимаете, представители Запада под видом российских журналистов сидят в Донецке и интенсивно ищут российских военных. Искали на пике военных действий. Мы с вами знаем этих людей. Высочайшие профессионалы и при этом в персональном плане абсолютно отмороженные люди. То есть они себя не берегут. И они знают, что и как искать. Они сидели там все горячие месяцы и не видели ничего. Но это не является доказательством ни для кого. И для них самих это тоже не является доказательством. И говорят, мы ничего не видим, но мы знаем, что они все равно есть. То есть реальность не интересует никого. Но они придумали миф, что Россия во всем виновата, и они по этому мифу отрабатывают по полной программе и вводят санкции на другой день после того, как Россия вынуждает подписать мирные соглашения. Нарушают эти мирные соглашения, расстреливая города, осуществляя геноцид накануне зимы, по сути дела, и виня в этом Россию. Это все нормально. Но когда эта позиция будет, если она будет подкреплена тактическим ядерным взрывом, господа, мы уже не отмоемся. Это невозможно будет защищать. Учитывая долю либеральной пропаганды внутри России, учитывая отмороженность либеральной пропаганды внутри России, учитывая влиятельность либеральных структур в органах государственной власти, учитывая беспомощность людей, которые хотели бы жить в России перед этими самыми либералами, которые работают здесь просто вахтовым методом. Ну, извините, это будет катастрофическая ситуация. И вряд ли это будет вот сейчас, в середине декабря. Вряд ли. А потому что для шока это должно случиться в святой день. Поэтому я думаю, что это будет перед... Это... Угроза этого существует перед Рождеством. Самая сильная угроза. Я могу ошибаться. Я могу ошибаться и в фактуре, потому что это косвенные данные. Я могу... И, ну, знаете, не держал я свечку, нет у меня показаний кровью, и нет у меня агентуры, чтобы, так сказать, можно было верить в твердые показания. И более того, я иногда ошибаюсь с датами. Я думал, что государственный переворот на Украине нацистский будет осуществлен в первый день Олимпиады, а его сделали в последний день Олимпиады. Я ошибся, коллеги. Я правда ошибся. Бывает. Далее об этом варианте развития событий мы поговорим сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами. Это Комсомольская правда. Час Делягина. На радио Комсомольская правда. Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции Комсомольская правда я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России. Веду передачу Народный адвокат и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу в 16 до 17 часов. Продолжаем разговор. Доктор экономических наук Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, итак, ну, в двух словах, да, есть данные... Есть косвенные данные, которые могут быть интерпретированы как данный план. Давайте говорить максимально осторожно. Они недоказанные, они неподтвержденные, но они вызывают очень серьезные опасения. Как называет их наш президент, наши американские партнеры доказали свою высочайшую отмороженность, потому что они первые в мире применяли атомное оружие, единственные. Они первые в мире, ну, после войны, применили химическое оружие против мирного населения. В Первую мировую войну применяли. Во Вторую войну Гитлер не осмелился применить, хотя это был Гитлер, у него были полные чудовищные запасы химического оружия. Американцы в Вьетнаме применили на раз, элементарно. Кстати, на Украине тоже применялось химическое оружие. Американцы единственная страна, которая вела агрессивные войны после распада Советского Союза. По крайней мере, все агрессивные войны были с их участием, ну, если не брать там конфликты типа Эфиопии, Эритреи, да, локальные. И реально есть угроза, что провалившись с провокацией с малайзийским Боингом, они организуют провокацию с применением тактического ядерного оружия. Официальная мотивация следующая. Победоносные украинские воины вот-вот смели с лица земли проклятых колорадов и ватников, но перемололи, уничтожили все забайкальские бронетанковые милицейские подразделения, какие только смогли найти. и, значит, отчаявшись и лишив себя, не имея других возможностей, проклятый кровавый режим применил тактическое ядерное оружие. При этом никакого наступления может и не быть, достаточно просто дружно подскакивать, осуществлять красивые телесъемки, красивые выкладки в социальные сети и вести массированную артподготовку. Это достаточно. Хотелось бы знать, верить в то, что наши спецслужбы, внешняя разведка, служба внешней разведки, держит руку на пульсе. Ну, вы знаете, пульс у человека бывает в разных местах. Есть пульс на горле, а есть пульс на бедре. И пульс на бедре проще всего щупать через карман. Так что пульс можно щупать по-разному. Получается, что украинский сценарий разрабатывался, наверное, ну, не один месяц, скажем так, и выбирался удачный момент, удачный президент, скажем так, на Украине, который... Нет, но Янукович был настолько ничтожным отморозком, проститут. Удачный в кавычках, естественно. Да, он по этому принципу и Кучмой подбирался в 2004 году. Потому что Кучмой же хотел как? Он хотел, чтобы майданщики и вся остальная Украина были уравновешены. А для того, чтобы возникло такое равновесие, во главе всей остальной Украины, которая тогда была три четверти населения, должно было стоять полное ничтожество, еще более слабый, чем Ющенко. И Кучма нашел Януковича, и он думал, что они друг другу равновесят, и Кучма выйдет весь в белом, как отец нации, спасет всех от кровопролития и будет править Украину из-за кулис. И все получалось, все было по схеме, и когда он уже одел все белое и собрался выходить, к нему пришли тихие скромные люди из американского посольства или откуда-то рядышком из других мест, и сказали, дорогой друг, а вот у вас голова гангадзе, у вас счета на западе, вы хотите быть почетно обеспеченным пенсионером, или вы хотите быть преступником, который будет в розыске по всему миру, кроме Украины, и может быть, если вам сильно повезет Россия. Ну, Кучма тут же белой одежды снял, стал, значит, почетным переговорщиком в Минске. А на Украине случился оранжевый переворот. А наши спецслужбы, я думаю, что они все рассказывали, все сообщали. Я совершенно не специалист по спецслужбам. Но я знаю, что в августе прошлого года на одном курорте случайно встретились один человек из Киева, один человек из Москвы, бизнесмены, которые, обменявшись взглядами на происходящее в Киеве, пришли к выводу, что будет и Майдан, и госпереворот, и нацисту власть, и все остальное. Ну, просто люди с жизненным опытом и кругозором. И они написали служебную записку. Руководству нашей страны. И они бегали, имея связи, имея каналы, как бизнесмены, и пытались ее кому-нибудь сведущему вручить. По крайней мере, с августа месяца, по крайней мере, до конца года. Им все объясняли, что это не мое дело. Я занимаюсь, ну, знаете, как у Райкина. Я пришиваю пуговицы. К пуговицам проблемы есть? Нет. Ну, все. А рукава не я пришиваю. И, в общем, они бегали вплоть до конца, уже майданом они все еще бегали, вплоть до конца 13-го года отчаялись и плюнули. Это называется бюрократия. Во-вторых, мы же с вами не знаем, может быть, нашим спецслужбам вообще запретили работать по Украине тогда. Такое бывает. В свое время всю нашу агентуру в Китае господин Хрущев сдал Мао Зудуну в качестве жеста, чтобы продемонстрировать добрую волю. Судьбу этих людей я даже себе представить не могу, учитывая китайские, так сказать, традиции исторические. Но всякое бывает. Понимаете? Всякое бывает. Вот. Так что здесь могли быть такие нюансы. Могли быть бизнес-нюансы. У нас же выстраивались отношения с Украиной на основе не государства и государства, не общества, общества. Выстраивались отношения между олигархами. Почему Черномырдин был послом на Украине так долго и так красиво? Ну, потому что он был ну, не олигарх, но он командовал Газпром очень долго. И он был как бы папа-олигарх. Вот так. Он нашим всем олигархом был такой отец родной, который в дела не вмешивается, но окормляет, да пусть истинный направляет, пощает и так далее. И все эти разговоры, что господин Зурабов является по бизнесу младшим партнером то ли Порошенко, то ли Коломойского бесконечны. Ну, вы знаете, в любой стране мира, в любой стране провели бы расследование четко. Если да, вот товарищ Зурабов был бы красивый, хороший, показательный процесс. Если нет, то люди, которые об этом, так сказать, говорили бы без соответствующих оговорок, были бы сильно наказаны за дискредитацию российской власти. Кто-то, кстати, слухи распускал, запустил самый первый, тоже был бы наказан. Но надо же ни того, ни другого. А судя по поведению господина Зурабова, возникает ощущение, что это правда. Потому что я прекрасно помню, как в начале еще этого года, накануне буквально нацистского переворота, госпереворота, американцы дико хвалили его за то, что его не видно и не слышно. Но он печеньки раздавал, министры иностранных дел Евросоюза, госпереворот устраивали своими руками. А где был посол Российской Федерации, историю умалчивают. Сейчас, кстати, мне с прочим, говорят о том, что послы Российской Федерации примерно так же себя ведут в других странах бывшего СССР, которые близки к нам по разным всяким показателям, но мы, кажется, вот говорят эти люди, наступаем здесь на те же грабли, что из Украины, будучи уверенными в том, что они никуда от нас не денутся, мы сидим внутри посольства, в то время как коллеги, дипломаты из американского и других посольств уже каждую деревню объехали. Наши дипломаты в большинстве случаев, есть исключения, я знаю, но в большинстве случаев действуют в принципе как бы чего не вышло. Соответственно, нужно минимизировать активность, с одной стороны. С другой стороны, лень никто не отменял. Если от дипломата не требуют активности и инициативы, то средний, нормальный, карьерный чиновник ее проявлять не будет. Я прекрасно помню, как вычищали железной рукой из МИДа людей, дипломатов, которые пытались защищать интересы русских в Прибалтике. С официальной формулировкой они вызывают неудовольствие латвийской стороны. Они портят двусторонние отношения. И где сейчас те двусторонние отношения с Латвией, с Эстонией, с Литвой особенно? Где они? Похоронены под памятником солдату. А где те люди, которых вычистили из МИДа? Ну, кто где-то притхнулся, там где-то притхнулся, а так все вышиблено навсегда. Вы думаете, этот урок в МИДе кто-то забыл? А я думаю, что есть еще миллион других уроков, которые мы с вами просто не знаем. Это российское государство. Ну, во-первых, есть разное количество людей. Посольство США в любой стране постсоветского пространства в 3-4 раза выше по численному составу, чем наше посольство. Извиняюсь, носители русского языка там не меньше, чем у нас. И у них есть четкая программа действий. И они обязаны с одной стороны создавать привлекательный цивилизованный образ США любой ценой, а с другой стороны осуществлять соответствующую деятельность. Наши, ну, это, конечно, взгляд со стороны, в общем-то, в основном жалуются на то, как их обижают со всех сторон. В наших нет права на инициативу. А у американцев и европейцев есть обязанность проявлять инициативу. Причем есть обязанность работать с противником. Вот, скажем, я в Москве являюсь человеком, который достаточно скептически относится к Евросоюзу. Поэтому со мной до нацистского переворота регулярно встречались те или иные представители Евросоюза и иногда даже в компании. Потому что с противником нужно работать. Его нужно перевербовывать. Попробуйте объяснить этому российскому МИДу. Он вообще не поймет, о чем идет речь. Нам бумажки оформлять надо. Вновь сейчас вам небольшая. Продолжим сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами, друзья. Час Делягина на радио Комсомольская правда. Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей. Слушайте документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. На радио Комсомольская правда. Час Делягина. На радио Комсомольская правда. Возвращаемся в студию прямого эфира доктора экономических наук Михаил Делягин. Как обычно по понедельникам на радио Комсомольская правда. Михаил Геннадьевич, давайте так. Если в итоге выяснится, что тактического ядерного взрыва не будет и может быть даже он не планируется. Слава тебе Господи. Это да. Но с другой стороны вряд ли ситуация останется в статусе такого законсервированного замороженного конфликта. давайте тяжело и неприятно представьтесь тебя на место украинской правящей тусовки. Там нацизм все остальное отбрасывают. Вам нужно тупо удержаться у власти любой ценой. Это ваша политическая мотивация. У вас под контролем более 30 миллионов человек, которым физически нечего жрать, которым холодно, у которых нет будущего. и они сами это начинают сознавать. Вы не можете нормализовать экономику, потому что ваш железный выбор это Евросоюз, а Евросоюзу вынуждены только как рынок, только как еда, а продавать вам вы туда ничего не можете. У вас олигархи, каждый из которых имеет свое подразделение, и вы президент не можете уволить министра внутренних дел, потому что у него есть банда, а у вас есть только армия, и непонятно до каких пределов она вам подчиняется. Соответственно, чтобы держать это все под контролем, вы обязаны вести войну. Хотите вы, не хотите, снятся вам кровавые, растерзанные девочки и мальчики, или не снятся, неважно, если вы хотите удержаться у власти, вам нужна война. Вы должны собрать что-то в толпу, в стаю, в кучу, в армию, и куда-то их бросить. Самое удобное цель на Воросе. Поэтому война неизбежна. когда? До этой информации я полагал, что это весна. Потому что зимой наступать сложнее, чем весной, потому что холодно. Вот, и весной, и зимой гораздо приятнее сидеть в теплых убежищах и уничтожать инфраструктуру горлов, вымораживая население. Когда-то Корчинский сказал, Крым будет или украинским, или безлюдным. Ну вот, Донбасс они считают своей землей, которую нужно очистить от населения, от всех 7 миллионов. И Луганскую область тоже. Вот они будут выполнять эту программу, как мне казалось. Но это логика украинских властей. При этом нужно понимать, что у них тоже у самих едет крыша. Нужно понимать, что им самим очень страшно. Они сами грызутся друг с другом, как пауки в банке. Заставить яйца Нюха создать единую коалицию с Порошенко. Вся Европа и Америка должны были навалиться на этого несчастного победителя выборов. Чтобы это случилось, чтобы он не создал свою коалицию. И при этом у них может быть просто не быть ресурсов дотянуть до весны. А с другой стороны есть стратегические интересы у американцев. Сделать так, чтобы между Россией и Европой пролегла атомная бомба. Слушайте, но европейцы же наверняка тоже это понимают. Если, например, предположить, что вот эта информация, пусть косвенная, будет до них доведена. Они же понимают, что можно, конечно, следовать политически в русле Вашингтона и поддерживать тот западный мир в противовес варварскому миру восточному, но у всего же есть предел. Или Вы считаете, что уже все? Я не уверен. Сорваны ограничители. Я не уверен. Вы знаете, когда уничтожается Ливия, ведь мы не знаем, что там происходило. Там стоят 56-тысячные города без населения. И никого в цивилизованной Европе не волнует, что случилось с этими людьми. Они пустые стоят, эти города. Их вырезали. Они бежали и умерли по дороге. Никто не знает. Это не важно никому. После той чудовищной резни, которая была в Ливии, после того кошмара, который происходит сейчас в Сирии, после того, что происходит в Ираке, тормозов нет. Да, исходя из интересов самой Европы, она должна вести себя по-другому. Простите, пожалуйста. Исходя из интересов Европы, она не должна была уничтожать Югославию. Она уничтожала Югославию с 92-го по 99-й год с маниакальной упёртостью, разрушая собственную экономику. Она создала, Европа создала, независимое государство Косово, которое является центром наркомафии и просто мафии. Торговлю людьми, органами и всем остальным. И уже итальянская Коза Ностра, итальянская Каморра, французская мафия воют. Ну, французская преступность по-другому называется, не суть. Они воют, потому что их вытесняют отовсюду эти отморозки. Простите, пожалуйста. Европа не в состоянии сознавать свои интересы. Мы как-то хорошо думаем об этой Европе. Если бы Европа сознавала свои интересы, она не превращала бы Украину в дикое нацистское поле. Господин Штайнмайер, умнейший немец, я подозреваю, что умнейший из ныне живущих немцев, кроме философов, человек с теорическим колоссальным опытом. Как его сейчас зовут в Германии? Знаете? Хайземахер. Делатель фекалий. Это человек, который вместе с министром иностранных дел Польши, с которого взятки гладкие, он в Афганистане позировал с автоматом против нас, как он воевал, до сих пор этим гордится. С министром иностранных дел по-моему, Франции, который тоже мало чего в чем разбирается при Олэнде, но он-то все поймал, он своими руками организовал нацистский государственный переворот. Этот человек в Германии считается русофилом. Реально, в сегодняшней политической элите Германии, человек, который организовал нацистский с моей точки зрения переворот, является русофилом. Простите, пожалуйста, как там с вменяемостью Европы? Хорошо? А вводить против нас санкции на другой день после мирных соглашений в Минске. Это вменяемость? Это нормальность? А устраивать все эти скачки истерики по поводу малайзийского Боинга, которому все понятно, просто потому, что немецкое правительство рассказывает, что его сбили немецкое правительство. Никакие там невнятные источники, не российский союз инженеров. Немецкое правительство официально заявляет на запрос своей парламентской фракции, что его сбили ракетой, которой нет на вооружении российской армии, потому что это металлолом уже, но она есть на вооружении армии украинской. И все те же самые люди, которые только что отвечают своим депутатам, что это была вот такая ракета, тут же рассказывают, что это был Бук, при том, что запуск Бука видно за 10 километров в густонаселенной местности. Где здесь вменяемость, простите, пожалуйста. Вы мыслите о Европе в рамках эпохи Возрождения. Это то же самое, что говорить о вменяемости Европы, это то же самое, что говорить о либерализме в стиле Вольтера, не замечая вашингтонского консенсуса. С времен вменяемости Европы утекло много воды. Нет Тарана в Европе, Коля в Европе, Тетчер в Европе, даже Тетчер. Больше нет. Я про Уллафа Пальме вообще молчу. Нету этих людей, ушли они. Валенса сейчас является недостигаемым интеллектуальным образцом для всей Европы. Это выдающийся образец, но не могут дотянуться нынешние европейцы. Понимаете? Михаил Ильич, если вот просматривать этот вариант с такой провокацией чудовищной, если предположить, что все-таки не ядерное оружие, тогда что? Напрашивается инцидент на трубе на нефтяной или на газовой? А вот на это европейцы не пойдут. А кто будет у них спрашивать? Есть государство. Сейчас государство находится не на высшей ступени пирамиды. Над государствами есть глобальный бизнес. Это ужасно конспирологически звучит, но это не мировое проявление, это совокупность социальных вихрей. Но вот этот глобальный бизнес, он не верит, что он позволит масштабную диверсию на газо- или нефтепроводе. С одной стороны. А с другой стороны, ну случится диверсия на газопроводе. Ну и что? Это ремонтируют. Это не проблема. Это не политическая катастрофа. Это не моральный шок. Ну постреляли из танка не по детскому садику, а по нефти перерабатывающей станции. Слава тебе, Господи, что не по детскому садику закрыли трубу на месяц, переделали... А потом скажут, что инженеры не могут дойти до места взрыва, потому что это место постоянно простреливается с ополченцами и, в кавычках, русскими войсками. Нет морального шока. Нет чудовищного шока, который выжигает мозг. Вот стиль управления американский сегодняшний, это чудовищный моральный шок, который выжигает мозг, который убивает способность холодно рассуждать, потому что вы чувствуете себя людоедом. У вас 300 человек, погибших в лайнере, и вы там начинаете логически рассуждать о том, кто что видел, это же невозможно. У вас разорванные дети перед глазами в детском саду, и как вы можете говорить о каком-то нацистском перевороте в далеком Киеве, когда вот они проклятые сепаратисты Колорады, из-за которых все это. Вот американский стиль. Михаил Геннадьевич, давайте здесь многоточие поставим. Будем надеяться на то, что эта информация ваша... Будем надеяться, что она не реализуется. Мой любимый Черчилль, я люблю антисоветчиков, потому что сам очень люблю советскую власть, у нас традиция любить врагов. Он говорит, что большинство войн удавалось избежать, просто отложив их. Будем надеяться. Доктор экономических наук Михаил Делягин. Спасибо большое, Михаил Геннадьевич, ждем вас через неделю. Счастливо. Час Делягина на радио Комсомольская правда. Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение радио Комсомольская правда. Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская правда. Вашем мобильном.